Если вы поддерживаете политику Белоусова, напишите в комментариях за Белоусова. Эта новость значительно изменила политический ландшафт России. Срочная новость, как Валентина Матвенко виновата в нападении на Белоусова и кто ещё за ним стоит. В последнее время между министром обороны Андреем Белоусовым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвенко разгорелась настоящая словесная война. Их разногласия стали заметны не только в кулуарах правительства, но и на публике. Белоусов был недоволен многочисленными заявлениями Матвенко, в которых, по его мнению, звучали оскорбления в адрес российских граждан. В своих выступлениях Матвенко неоднократно указывала на необходимость защиты прав мигрантов, утверждая, что они играют важную роль в экономике страны. Она также неоднократно заявляла, что россияне не понимают её стремления улучшить их жизнь и что её усилия часто остаются неоценёнными. Эти высказывания, однако, вызвали резкую реакцию Белоусова. На одном из заседаний, где обсуждались вопросы внутренней политики и безопасности, он не удержался от критики в адрес Валентины Ивановны. «Защита интересов мигрантов должна идти параллельно с защитой интересов коренных граждан России, а не вместо неё», — заявил Белоусов. «Ваши слова звучат как оскорбление тех, кто каждый день работает на благо нашей страны». Эти высказывания стали началом публичной конфронтации, которая вскоре переросла в личные нападки. Публичная ссора только подтолкнула Белоусова к тому, чтобы вынести на свет информацию о Матвиенко и её семье, которая копилась долгое время. Выступая на антикоррупционном форуме, он сделал громкое заявление, обвинив Матвиенко в коррупции и растрате государственного имущества. Он привёл данные, согласно которым официально задекларированный доход Валентины Матвиенко с 2009 года составил 305 млн. 365 731 рубль. Однако это ничто по сравнению с тем, что удалось выяснить Белоусову и его команде. По их подсчётам, стоимость недвижимости, усадеб и бизнес-активов, принадлежащих семье Матвиенко, превышает 64 млрд. 410 млн. рублей. Это означает, что реальные активы семьи превышают официально задекларированные доходы более чем в 210 раз. Белоусов отметил, возникает вопрос, как может высокопоставленная чиновница владеть активами, в сотни раз превышающими её официальный доход. Это ставит серьёзные вопросы о прозрачности доходов наших высокопоставленных чиновников. Он также подчеркнул, что скандал с кокаином, обнаруженным в аргентинском посольстве, вызывает ещё больше сомнений в законности источников доходов Матвиенко и её семьи. Далее Белоусов обратил внимание на деятельность Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. По его словам, именно в этот период сын Валентины Матвиенко Сергей начал активно заниматься бизнесом, связанным с городской недвижимостью. «Есть информация, что во время её правления Сергей Матвиенко незаконно приватизировал значительные объекты городской недвижимости, которые затем продавал на аукционах», сказал Белоусов. Он подчеркнул, что такие действия не могли происходить без ведома его матери, которая в то время занимала один из ключевых постов в городе. Министр предложил провести полную ревизию сделок с недвижимостью, заключённых в тот период, и вернуть все незаконно приватизированные объекты в собственность города. «Необходимо вернуть городу то, что принадлежит ему по праву», сказал Белоусов. «Мы не можем закрывать глаза на коррупцию, даже если она затрагивает самые высокие посты в государстве». История Валентины Матвиенко и её имущество вызывает много вопросов. Белоусов представил подробный анализ её недвижимости, который выявил значительные расхождения между её официальными доходами и реальной стоимостью принадлежащего ей имущества. Вот лишь некоторые объекты, принадлежащие Матвиенко и её семье. Квартира в Санкт-Петербурге, в элитном жилом комплексе «Дом на Тверской», расположенном в историческом центре Петербурга рядом с Таврическим садом. Площадь квартиры составляет 290 м во второй степени, а её стоимость оценивается в 200 млн. рублей. Дача в Серебряном Бору. Этот престижный посёлок считается одним из самых дорогих в России. Дом площадью 730 м во второй степени стоит около 500 млн. рублей. Дом в коттеджном посёлке Петрово-Дальне на Рублево-Успенском шоссе. Известном как «Дорога престижа». Здесь расположен ещё один дом Матвиенко. Его площадь составляет 729 м во второй степени, а стоимость – 400 млн. рублей. Коттедж в Камарове, расположенный в живописном месте. Этот коттедж площадью 980 м во второй степени стоит около 250 млн. рублей. Роскошный особняк в Крыму. Особняк площадью 500 м во второй степени расположен на территории базы отдыха с набережной и пристанью для яхт. Его стоимость оценивается в 300 млн. рублей. Вилла в Италии. Дом площадью 774 м во второй степени расположен на земельном участке площадью 26 соток. Вилла находится в 170 км от Венеции в живописном городке Пезера на побережье Адриатического моря. Стоимость виллы составляет около 1 млрд. рублей. Сергей Матвиенко, сын Валентины Матвиенко, также не остаётся в стороне от внимания общественности и следствия. В 19 лет он стал долларовым мультимиллионером, а за время губернаторства своей матери превратился в долларового миллиардера. Его бизнес империя росла, несмотря на скандалы. В 2018 году имя Сергея Матвиенко всплыло в контексте крупного кокаинового скандала. В посольстве в Аргентине была обнаружена партия кокаина весом 360 кг, которую якобы собирались отправить в Россию дипломатической почтой. СМИ также сообщали, что самолёт, фигурировавший в деле, принадлежал компании, связанной с семьёй Матвиенко. На фоне всех этих скандалов Андрей Белоусов сделал ряд заявлений с требованием прозрачности и справедливости. «Мы должны быть уверены, что те, кто управляет нашей страной, действуют в интересах народа, а не в своих личных интересах», сказал он. Белоусов предложил создать специальную комиссию, которая будет следить за доходами и имуществом высокопоставленных чиновников, проверяя соответствие заявленной стоимости их активов. Он также подчеркнул, что случаи, подобные тому, что произошёл с семьёй Матвиенко, подрывают доверие общества к власти. «Мы не можем допустить, чтобы коррупция и махинации оставались безнаказанными». Это не только вопрос правосудия, но и вопрос национальной безопасности, заключил Белоусов. История Валентины Матвиенко и её семьи стала ярким примером того, насколько важна прозрачность в декларировании доходов и имущества высокопоставленных чиновников. Возникают серьёзные вопросы, как люди, находящиеся у власти, могут позволить себе такую роскошную жизнь, когда их официальные доходы явно не соответствуют реальной стоимости их активов. Андрей Белоусов подчеркнул необходимость усиления контроля за декларациями чиновников. Он призвал создать эффективные механизмы проверки, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Только прозрачность и честность могут вернуть доверие общества к государственной системе и предотвратить дальнейшие случаи коррупции. Заявления Белоусова вызвали широкий общественный резонанс. В социальных сетях и на новостных дискуссионных площадках люди активно обсуждали найденные несоответствия и требовали привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет своим положением. Одни призывали полностью пересмотреть систему декларирования доходов, другие выражали сомнения в способности правительства реально изменить ситуацию. Тем не менее, выступление Белоусова стало катализатором обсуждения проблемы коррупции на всех уровнях власти. Сразу после его выступления начались бурные дискуссии на телевидении, в печатных изданиях и, конечно, в социальных сетях. Многие граждане требовали расследования и наказания виновных, утверждая, что только так можно вернуть доверие к власти. Даже в Государственной Думе депутаты не остались равнодушными. Оппозиционные партии стали требовать официального расследования поведения Матвиенко. Против Матвиенко и ее семьи. Они заявили, что будут добиваться пересмотра всех сделок, заключенных в период ее пребывания на посту губернатора Санкт-Петербурга. В свою очередь, представители правящей партии призвали к объективному рассмотрению дела, чтобы избежать политических манипуляций и не допустить использования дела в личных целях. На международной арене эта история также не осталась незамеченной. Многие западные СМИ подхватили новость и осветили ее в своих материалах, заявив, что коррупция остается одной из главных проблем России. Некоторые издания отмечали, что подобные случаи только подтверждают негативный имидж России как страны, где личные интересы часто ставятся выше общественных. В результате заявления Андрея Белоусова привлекли внимание всей страны к проблеме коррупции и несоответствия между доходами и имуществом высокопоставленных чиновников. Вопросы, поднятые министром, требуют ответов и конкретных действий со стороны властей, чтобы вернуть доверие граждан и показать, что борьба с коррупцией – это не просто слово, а реальные шаги к справедливости и прозрачности.